13.05 в Кирове на 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит директор Института бизнеса Лев Шварцблат. Лев Давидович, добрый день. Добрый день. Я вначале напомню, средства связи с нами. Нас можно не только слушать, но и смотреть. На сайте eho-kirova.ru есть ссылка на онлайн-трансляцию. Свои вопросы нашим гостям можно писать также на сайте eho-kirova.ru в разделе «Анонсы». Сегодня этой возможностью, к сожалению, никто не воспользовался. Можно писать вопросы в течение программы мне в Твиттер. Постараемся озвучивать, что сможем, что успеем прочитать. Итак, Лев Давидович, я хотела бы начать с вами разговор со свежих новостей как раз на тему поддержки малого и среднего бизнеса. Вот появилась новость буквально накануне о том, что на строительство и реконструкцию зданий бизнес-инкубаторов выделена федеральная субсидия в размере 1,2 миллиона рублей. Это на Кировскую область. Вот как вы оцениваете такую миру поддержки? Да, ну, в общем, давайте разберемся. Я тоже проконсультировался по этому поводу, потому что какая-то очень странная сумма. Как мы с вами прекрасно понимаем, в нынешних условиях, конечно, на 1 миллион 200 тысяч рублей не то, что ничто не построить, но, в общем, там вряд ли что-то можно капитально отремонтировать. Значит, вот когда в начале 90-х вообще началась рыночная экономика и, значит, там какие-то разрабатывались первые программы развития предпринимательства, вообще обсуждалось, что нужно делать, что можно делать, что в мире делается. Значит, вот одна из таких очень распространенных в мире форм поддержки – это бизнес-инкубатор. Что такое бизнес-инкубатор? Это когда государство в лице муниципальных, региональных властей какое-то помещение выделяет предпринимателям, и они там на очень льготных условиях размещаются. То есть, вот представьте, что вы решили создать бизнес, у вас, как бы, и так там хватает, значит, на что нужно заплатить и масса, как бы, всего, что нужно сделать. Если вам предоставляют помещение, где вы, как бы, очень дешево можете разместиться, конечно, это облегчает вхождение в рынок. Вот, но, значит, сначала вот это, как бы, на уровне идеи разбиралось, потом постепенно это, значит, в роли программы стало. Но когда программа заработала в полной уже, как бы, мере, вообще, говоря, потребность в офисных помещениях, она сейчас, ну, как бы, не такая острая, как там в начале 90-х годов. То есть, сейчас в городе Кирове найти офисное помещение, особенно вот в нынешних экономических условиях, вообще не представляет никакого труда. И, значит, вот сейчас, скажем, в городе Кирове, ну, тратить, как бы, большие средства на строительство, но вопрос обсуждаемый, надо ли это делать. То есть, вообще говоря, это, конечно, форма такая, которая себя зарекомендовала, и она дает результат. Но, вот, к сожалению, методы реализации этой идеи, они не всегда бывают удачные. Ну, вот смотрите, да, вы сказали, что 1,2 миллиона рублей условно ни на что не хватит. Но в чем тогда логика федерального центра? Зачем? Ну, вот, насколько я выяснил, это, в общем, просто какой-то остаток средств, который, вообще, он еще не выделен, это, так сказать, потенциально такая информация размещена, она не совсем коллектно была, как новость истолкована. То есть, вообще, предполагается, что это средства пойдут на создание промышленного парка в Слободино. Ну, вот, то есть, бизнес-инкубатор – это, в основном, офисные помещения. То есть, если вам нужен офис, вы можете в бизнес-инкубаторе, там, на более-менее льготных условиях, такие помещения получить. Другое дело, если у вас промышленное производство. И вот с этим, как раз, у нас в Горде Кирове достаточно такая ситуация сложная. То есть, подходящих производственных помещений не так много. И, тем более, когда, например, бизнес развивается. То есть, вы, например, создали мебельное производство, у вас там был какой-то небольшой цех, вы начинаете развиваться, а, как правило, помещение арендовано, вы упираетесь. Значит, ищите другое помещение, вы должны переехать. Плюс там же масса условий пожарных и так далее. В арендованных помещениях непонятно, как там себя собственник поведет, поэтому люди опасаются вкладывать. И вот выход из этой ситуации, это такой достаточно правильный путь, это создание промышленного парка. Значит, что такое промышленный парк? Когда государство возводит производственные помещения и на очень годных условиях, то есть, там есть электроэнергия, то есть, все уже подведено, все коммуникации построен, условно говоря, такой цех, и нужно вам там 200 метров, 300-500 метров, вы нужную площадь арендуете, сегодня поставили оборудование, завтра заработали. То есть, очень быстро, очень эффективно. И у нас в России есть очень удачные примеры, когда вот этот механизм работает. Это, например, Ульяновская область. Вот, значит, я просто работаю в Лиге предпринимателей с производителями мебели, с небольшими, и они стали отмечать, что у нас, что их очень сильно теснят ульяновские мебельщики. Хотя, казалось бы, там исторически не так развито. Выяснилось, что за последние годы там построили 5 промпарков и создали отличные условия для развития мебельного производства. Поскольку у них намного все это дешевле, обходится вот вся эта инфраструктура, содержание цехов, то они очень бурно развелись и стали, значит, наши производители мебели и в Кирове теснить, и, в общем, даже на Севере, где традиционно, так сказать, наша мебель продавалась. Поэтому вот есть примеры, когда эта, значит, мера, она прямо дает конкретный результат. А если уж мы с вами заговорили про промпарки, вот, насколько я знаю, в промпарк Вятских полянах, в промпарк Слободино не стоит очереди из резидентов, желающих там работать. Вот, по вашему мнению, почему так происходит? Совершенно верно, вы заметили. Но про Вятские поляны сказать сложно. Там вообще какая-то странная, на мой взгляд, история, потому что, когда, значит, уже выделены деньги, и там уже, по-моему, 5 или 6 лет длится, и, значит, вот в прошлом году было вроде торжественное открытие, я, значит, у коллег интересуюсь, до сих пор ни одного резидента нет. А что значит нет ни одного резидента? Значит, до сих пор бюджет ни одной копейки налогов обратно не получил. Почему так произошло? Ну, может быть, место неудачное, ну, в общем, очень странная история. А предприниматели, с которыми вы общаетесь, вам никакую обратную связь не дают, не говорят, что нам не нравится, потому что... Дают. Вот как раз по поводу промышленного парка в Слободино. Мы когда с мебельщиками обсуждали, значит, они как раз, собственно говоря, пришли с предложением, они сами были инициаторами создания промпарка в Кирове. И мы, значит, и на форуме, предпринимательстве, на встречах с региональной властью, и с местной властью этот вопрос обсуждали. Что нам говорили? Подождите, вот есть в Слободино, давайте в Слободино. Мы с ними съездили. И они, значит, привели свои аргументы, почему их промышленный парк в Слободино не устраивает. Значит, на их взгляд, это достаточно удалено от Кирова. А у них, значит, ну вот помимо того, что им нужна производственная промышленная площадка, у них очень много, ну, такого квалифицированного труда. Им нужны квалифицированные работники, которые, ну, собственно говоря, вот и все эти операции в производстве мебели выполняют. Таких работников немного. Они, значит, ну, такой дефицит на рынке труда. И они, значит, в Слободино не поедут. Потому что им проще найти работу здесь, чем там два часа, не знаю, сколько времени тратить на поездку. Либо это время надо как-то оплачивать. Тогда, соответственно, ну, какая получается, значит, себестоимость. Поэтому, значит, вот мебельщики категорически отказались туда ехать. Они предлагали ближе к Кирову построить. Значит, нам все время говорят, что есть, значит, интересанты, есть резиденты. Ну, не знаю, может быть, они и есть. Ну, кто это такие? Вот, что это за люди, что там собирается развивать пока, ну, вот, непонятно. А если говорить о бизнес-инкубаторах, которые работают сейчас в районах Кировской области, я знаю, что вы с ними активно также общаетесь. Вот, скажите, пожалуйста, в каком они сейчас состоянии, чем они сейчас занимаются? Тут, вот, смотрите, такая, значит, общая проблема по России, что не все бизнес-инкубаторы заполнены по разным причинам. Тут, ну, такая совокупность факторов. Во-первых, значит, вот, когда Министерство экономического развития разрабатывало вот эту базу методическую, да, нормативную, они там, значит, ввели ограничения на бизнесы, которые могут располагаться в бизнес-инкубаторе. Ну, например, там запищены, там, например, бытовые услуги или юридические услуги, да. Я не могу понять этой причины, почему они запищены, да, то есть из какой логики исходили. Ну, вот, как-то очень все это странно. Во-вторых, значит, и когда, вот, например, там проект в городе Слободском разрабатывался, значит, и в других регионах, там, значит, предполагается все-таки финансирование, значит, бизнес-инкубатора, потому что он за счет, ну, как бы своей собственной деятельности не может заработать на собственное развитие. Значит, это есть разные программы, есть прямо программа по бизнес-инкубированию, регионы участвуют, они могут, значит, денежные средства привлекать при условии, что есть софинансирование в региональном бюджете. У нас в региональном бюджете, поскольку количество средств катастрофически маленькое, вот на это, ну, не считают необходимо выделять, выделяют на другие программы, поэтому софинансирование не привлекает, и поэтому бизнес-инкубаторам, ну, достаточно сложно выживать. Там, где у них статус поменяли с бизнес-инкубатора на, скажем, бизнес-центр, и там нет таких ограничений, там, скажем, может торговля размещаться, да. Вот в Слободском у нас основная сложность была, что там нельзя разместить торговлю. А, значит, бизнес-инкубатор распространен в таком месте, что если там нет торговли, там вообще никого нет, никто не идет, соответственно, вообще предпринимать нет желающих. Если появляется торговля, тогда, ну, какой-то начинается поток людей. И вот мы все время каких-то, значит, запинаемся, значит, три сосны или там двое грабили, и вот, значит, очень тяжело в этой ситуации эффективную модель разработать. Я, кстати, всегда думала, что бизнес-инкубатор – это такое место, где бизнесу помогают, наверное, больше советом, обучением. Совершенно, да, это комплекс, то есть это офис, офисное помещение. Это, ну, например, вот вы когда стартовали, понятно, у вас нет там, значит, денег на секретаря, на бухгалтера, да. То есть вот бизнес-инкубаторе есть единая служба, которая, ну, принимает звонки, помогает, там, корреспонденцию отправит, там есть бухгалтер, который их обслуживает, там есть юрист, который консультирует. Это, конечно, затраты очень сильно снижает. Но поскольку это все на очень годных условиях, и у начинающих, знаете, нет денег в полной степени, как бы эти все услуги оплачивать, то, значит, причем это работает при, ну, там, более, когда, значит, инкубатор заполнен больше, чем на 70-80%, то, да, ну, какой-то поток доходов, он как-то вот окупает, по крайней мере, зарплату сотрудников, даже если они еще работают, ну, как бы, на каких-то людей, которые не размещены в бизнес-инкубаторе. Но это работает, если есть программа, значит, ну, вот бизнес-инкубирования, развития, которая, значит, софинансирует эти затраты, и плюс обязательно должна быть программа, которая генерирует новые бизнесы, а это, значит, информирование, вовлечение, обучение, это тоже все требует денег. А у нас, ну, там, в разных районах это все делается, значит, там, за разные деньги, в разное время, поэтому, вот, к сожалению, такая, как бы, отсутствие такой синхронизации, оно, вот, не позволяет работать эффективно. Хотя, вот, я очень хорошо знаком с коллегами в Вашкороле, в Мариел, да, там, значит, они построили один, теперь они построили капитально второй, и у них есть программа и бизнес-инкубирования, и программа создания новых бизнесов. И когда вот все это сконцентрировали в одном месте и, так сказать, там, в одном графике, то они работают достаточно эффективно. Вот, смотрите, Лев Давидович, Вы учите молодых предпринимателей, да, как Вы сказали, вовлечение, обучение, мотивируете их на то, чтобы открыть свое дело, как в эпоху экономической турбулентности, как сейчас модно говорить. Вы их мотивируете на открытие собственного дела. Что Вы им говорите? Ну, знаете, значит, я вот, кстати говоря, значит, перед программой, значит, там, об этом думал, и так вот, если разложить всю нашу историю, то, ну, какого-то такого, ну, идеального времени для открытия бизнеса, наверное, и не было, да. То есть вот в каждом промежутке времени были какие-то вещи, которые при желании всегда можно, значит, сказать, ну, вот, смотрите, вот сейчас там налоги высокие, или там у нас сейчас спрос маленький, или там у нас снегопад, или вот это, поэтому, ну, сейчас там неблагоприятное время. То есть, значит, какие-то внешние обстоятельства есть всегда. Поэтому, значит, когда вот так спрашивают, значит, я всегда отвечаю, что есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Вот сейчас время, в которое мы живем, мы не можем говорить, ну, сейчас неудачное время, я поживу в какую-нибудь другую, да, там, не можем себя заморозить, проснуться через сто лет, посмотреть, ага, вот благоприятное время, давай займемся бизнесом. Другого времени у нас нет. Поэтому, значит, если вы точно для себя решили, что вы хотите стать предпринимателем, то, как бы, окружающая обстановка, ну, не принципиально важна. Мы же с вами видим, что и в это время есть успешные предприниматели, и есть люди, которые стартуют, им это не мешает. То есть, это все-таки личный фактор. Поэтому, если вы точно для себя решили, что вы хотите стать предпринимателем, то вы, ну, надо просто идти правильным путем. А время окружающее, это не так важно. А вам не говорят, ваши подопечные, ну, вот, может быть, лучше сейчас подождать, пока страна выйдет из кризиса, там, годик-полтора, и потом открыть? Ну, все говорят по-разному, да, я говорю, это все зависит от людей. Хорошо, чтобы вы ответили на такой вопрос, почему бы не подождать немного? Нет, можно подождать, но, во-первых, неизвестно, сколько надо подождать, да, то есть, когда мы выйдем из кризиса. У нас сейчас никто на этот вопрос через месяц, через год, через полтора, да, каким образом мы из него выйдем, какая вообще в целом будет ситуация, когда мы из него выйдем. Потом ведь, смотрите, вот если взять, там, ну, время, там, 7-6 год, да, еще до, как бы, вот того кризиса 2009 года, ведь тогда тоже многие говорили, ну, вроде, а как сейчас начинать, сейчас, значит, такая, там, высокая конкуренция, вот, всего так много, вот, невозможно найти нишу, да. Сейчас, как бы, ситуация наоборот, да, пожалуйста, ниши освобождаются, другое дело, что потяженноспособного спроса нет, поэтому, ну, идеаль времени не существует. А вот скажите, пожалуйста, намного ли уменьшилось, или, может быть, вдруг увеличилось количество ребят, которые приходят к вам с желанием стать предпринимателем? Знаете, у нас в этом смысле регион очень особенный. У нас, к сожалению, наш вятский менталитет очень сильно давлеет большинством жителей, очень сильно им мешает, вот. И, значит, часто такой пример привожу, вот, много очень ездим по стране, бываем в разных регионах, да, и вот, там, проводим, например, какую-то программу, да, там, может быть, даже бесплатную, там, с банком или еще с кем-то. И, значит, вот, если бы мы такую программу проводили, условно, в Краснодарском крае, да, вот, там, зал на 180 мест, там пришло бы человек 300, то есть, были бы все места заполнены, еще бы стояли в проходах. У нас, если приходит 20-30 человек, ну, это все, это все классно, вот, суперрезультат. То есть, поэтому, вот, как бы, у нас с нашим менталитетом, вот это количество людей, которые хотят стать предпринимателем, это какая-то постоянная величина, которая не зависит ни от чего. То есть, это люди, которые, ну, на которых, видимо, менталитет не повлиял, значит, их там какой-то процент есть, и вот этот процент к нам приходит независимо ни от чего. Мы все время пытаемся его увеличить, иногда какие-то пики бывают, но в среднем эта вот величина, она, как бы, не увеличивается и не уменьшается. А нестандартные бизнес-идеи сейчас есть, с какими-то интересными идеями приходят к вам ребята? Они, вы знаете, есть всегда, вот, буквально тут вот группа, которая училась, там были две замечательные девушки, у них очень интересный, очень нужный проект, очень надеюсь, что он состоится, там, по мере сил, значит, стараемся ему помогать. Значит, у них в чем, как бы, идея их заключалась. Ну, вот, все уже привыкли, что у нас, помимо муниципальных детских садов, есть частные детские сады, и это уже нормально воспринимается, многие люди обращаются, с удовольствием пользуются этой услугой. Они совершенно, как бы, по-другому на эту ситуацию посмотрели, опять же, исходя из своего опыта. К сожалению, значит, есть достаточно большое количество детей с разными заболеваниями, ну, в том числе, например, с пищевой аллергией. И, значит, ну, то есть, значит, этим детям, ну, нельзя есть определенные какие-то продукты. Когда они обращаются в муниципальный садик, ну, вот, по отзыву, значит, людей, им не гарантируют, что там кто-то будет наблюдать, и что есть этому ребенку нельзя вот это, что ему это не попадет. Да, сам ребенок, понятно, не может. Таких детей, значит, вот они эту статистику собрали, у нас, ну, и много с другими заболеваниями, там, порядка 8 тысяч человек. Ну, может быть, даже и больше, может быть, просто неполная статистика. В городе или в области? В городе, только в городе Кироев. Только в городе Кироев. Плюс еще есть дети с сахарным диабетом, ну, с другими. То есть, это не инфекционное заболевание, но это вот заболевание, которое требует... Которое требует внимания. Внимания, особого отношения. И, собственно, их идея создать такой садик, которым они могут вот это обеспечить. Потому что они сами-сами... То есть, у них там у детей вот заболевания. Поэтому замечательная совершенно идея. Очень нужная, да. И очень надеюсь, что такой проект состоится. И, значит, вот молодцы увидели, по-другому посмотрели на ситуацию, увидели вот такую потребность. Я думаю, что у них должно все получиться. Расскажите еще о ваших проектах, которые вы реализуете. Я знаю, что буквально скоро у вас еще один проект состоится. Мы сейчас работаем... Есть такая организация, называется Центр предпринимательства. Всемирный альянс предпринимательства. То есть, вообще, бизнес, это же такая всемирная... Всемирный проект в каждых странах есть. Вот. И мы, значит... Ну, вот у нас очень много таких проектов региональных. Тут региональный конкурс предпринимателей года, наш региональный форум. Вообще, как бы, такие проекты, они есть всемирно. Есть всемирный конкурс предпринимателей года, который проводят при поддержке компании Ernst & Young, всемирно известной компанией консалтинговой. Есть всемирный конгресс предпринимателей, когда, ну, обсуждают не только вот, что у нас в регионе надо сделать, а что бы вообще в целом мире надо сделать для того, чтобы предпринимательство развивалось, и культура предпринимательства. Значит, и мы сейчас совместно с этой организацией работаем, и наши предприниматели получают такой доступ к этим всемирным проектам. Они могут... Вот на прошлой неделе закончился всемирный конгресс предпринимателей в Милане, но уже в этом году поздно. Но в следующем году будет в Турции. Мы надеемся, что в следующем году наши предприниматели туда попадут. Как можно попасть? А мы будем, значит, эту информацию через все наши контакты, через сайт распространять, и на всех мероприятиях, которые мы проводим, мы будем об этом просто рассказывать, чтобы предприниматели об этом знали. А вот для того, чтобы у нас предпринимателей стало больше, мы совместно с Центром инновации проводим, значит, и с Банком Хлынов в 11-12 апреля стартап-генерацию, куда приглашаем всех людей, независимо от пола, возраста, вероисповедания, и даже наличия идеи. То есть, на самом деле, всему этому можно учиться. То есть, самое главное, если вы для себя решили, что вы хотите стать предпринимателем, или хотите узнать, как ему стать, вас, может быть, мучает сомнение, вы пытаетесь в этом разобраться, мы вас приглашаем 11-12 апреля совершенно бесплатно. Интенсивный курс на два полных дня, по итогам которых, я надеюсь, что вы для себя определите, ну, кстати, это ваш путь или нет. Так, давайте проанонсируем, что курс бесплатный. Совершенно бесплатный. Куда надо идти, где-то регистрироваться. Да, значит, ну, поскольку мы живем с вами в мире интернета, то есть специальный сайт Startup43, значит, его легко найти на сайт Центра инноваций, Института бизнеса зайти. Там простая очень форма, вы его заполняете, регистрируетесь, и, собственно говоря, мы вас будем ждать. И еще у нас такой есть очень хороший сервис. Значит, мы разработали специальный тест. Он уже у нас два года используется. Мы, кстати, сейчас его запатентовали, то есть получили уже официальный документ о том, что это, так сказать, работающая программа. Это такая, значит, тест на выявление предпринимательских способностей. Причем не надо бояться, что вот, может быть, я там получу низкий результат. На самом деле, значит, этот тест, он, ну, если у вас высокий результат, уже замечательно. Если низкий результат, это как бы не значит, что вам нельзя туда идти. Наоборот, вы увидите, что вам не хватает, над чем нужно поработать, да, каких качеств нужно усилить для того, чтобы вы стали успешным предпринимателем. Поэтому совершенно не бойтесь. Совершенно бесплатно на том же сайте ссылка. Проходите тест. Я надеюсь, что у нас количество успешных предпринимателей будет увеличиваться. А если немного вернуться к проекту вашему «Стартап-генерация». Вот вы сказали, два дня вы будете прокачивать людей, которые хотят стать предпринимателем, на предмет создания бизнес-идеи или ее проработки, доработки. Вот проанонсируйте немного, да, чему вы конкретно будете учить и что вы там с ребятами будете два дня делать. Значит, там будем разбираться, во-первых, откуда люди берут бизнес-идеи, и как правильно это делать, как правильно отбирать идею, как узнать, есть ли клиенты, какое количество потенциальных клиентов, нужно ли создавать бизнес в команде. Если нужно, то как эту команду сформировать, и как правильно эту идею продвигать. Вот, собственно, то, что мы успеем за два дня, и к концу второго дня у нас, ну, значит, будут носители бизнес-идеи, ну, с пониманием того, какая у них идея и кто их клиент. Вот это такая минимальная задача на два дня. Значит, а после этого, значит, они, так сказать, наиболее успешные, значит, идеи, у них будет возможность в течение недели доработать уже до презентации, и там в пятницу мы проведем краш-тест этих идей. Тут, кстати, тоже очень интересная такая история случилась, что вот когда мы начинаем обучение, и когда вот собирается аудитория людей, у которых еще нет бизнеса, я им очень часто говорю, что, ну, вот сейчас вы начинаете, но мы очень надеемся, что пройдет какое-то время, вы создаете бизнес, вырастите, уже придете к нам как партнеры и скажете, что вот мы там готовы вместе с вами, например, вот в таком проекте участник делать. Собственно говоря, примерно так и произошло. Пришли предприниматели, которые у нас учились достаточно давно уже и сказали, что сейчас они готовы стать инвесторами, они готовы там наиболее интересные проекты инвестировать, вот отвечая на ваш вопрос, да, там, кризис не кризис, деньги не деньги. То есть вот, собственно говоря, если у вас хорошая идея, то, как бы, деньги вас точно найдут. То есть у вас есть люди, которые готовы вложиться в хорошие жизнеспособные идеи. Да, совершенно верно. И они будут эти два дня в качестве экспертов, их можно будет увидеть и задать им вопросы, и они же будут проводить в пятницу краш-тесты вот этих, не более отобранных идей. А дальше у нас будет стартует образовательная программа примерно на полтора месяца, на которой эти начинающие предприниматели смогут а, разработать бизнес-модели, то есть понять вообще, как устроен их бизнес, чтобы у них в голове было полное такое представление, и, б, это подготовить бизнес-план с расчетами, с обоснованиями, чтобы они понимали, там, есть доходность, нет доходности, есть рентабельность, сколько нужно времени, какая точка безупыточности и так далее. И инвесторы смогли увидеть и, так сказать, уже осознанно принять решение поддерживать тот или иной проект. Лев Доридович, а можете вы сказать, какой примерно процент ребят, которые учатся у вас, которые оформляют свои бизнес-идеи, там, в бизнес-планы, в итоге все-таки их реализовывают. Сколько? Ну, я вам сейчас не скажу статистики. Примерно. Потому что, ну, несложно сказать. Я думаю, что, может быть, 20-30% плюс-минус. То есть двое человек из десяти. Да, два-три человека. Но, значит, там, бывают ситуации, когда там проходит два-три-пять лет, и человек создает бизнес. Бывают ситуации, когда они сразу создают, потом закрывают и приходят снова. И тут, понимаете, новые идеи. То есть это такой, ну, как бы, процесс постоянный, да. Как сказал мне один знакомый, значит, бизнес – это состояние между двумя банкротствами. Ну, то есть это, как бы, банкротство – это такая, ну, как бы, очень возможная, значит, вещь, когда ты начинаешь бизнес, да. Поэтому, к сожалению, бывает, но мы стараемся, чтобы этого не происходило, и объясняем, как это правильно делать. Тем не менее, такие ситуации происходят. Поэтому, ну, в среднем, наверное, да, два-три человека – это те, кто из всего количества уже, кстати, создали и работают. Я предлагаю на этом прерваться, уйти на рекламу. Я напомню, что это особое мнение директора Института бизнеса Льва Шварцблата. Сейчас мы ненадолго уйдем и очень скоро вернемся. Мы продолжаем особое мнение. Напротив меня все так же сидит Лев Давидович Шварцблат, директор Института бизнеса. И меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Мы продолжим еще немного про молодых предпринимателей. Вот, Лев Давидович, дайте, пожалуйста, совет или несколько советов, чего уже действующим предпринимателям ни в коем случае не стоит делать в кризис? Ну, здесь, понимаете, не то, что в кризис или не в кризис. Значит, вот, когда сейчас смотришь советы, которые дают, да, там, ну, например, там, надо работать с издержками. Ну, возникает логичный вопрос. А вы раньше чего делали? То есть раньше тратили налево и направо, сейчас надо подружаться. То есть вообще с издержками надо работать всегда. И, ну, как бы, там, логичное и правильное поведение предпринимателей – это стараться их минимизировать, ну, как бы, всегда. Я тут, кстати, хочу очень такой, не совет, но, в общем, такую историю рассказать, очень интересную. Вот есть у нас два очень известных предпринимателя. Я считаю, что один из лучших предпринимателей – создателей компании Mobile Insight, Игорь Белисович Израилев и Андрей Александрович Сидоров. И вот Игорь Белисович, мы его несколько раз, нам удавалось его пригласить, и он, у него были разные такие встречи с предпринимателями, например, там, 7 качества менеджмента. Вот, и, значит, на одной из встреч он, вот, по этому поводу, там, минимизации затрат, вообще работы с партнерами, с конкурентами, и так далее, такую рассказал историю. Значит, у нас ведь часто как бывает? Вот вы пользуетесь услугами, например, ну, какая-то телекомбинационная компания, у вас интернет или что-то еще там, банк и так далее. И, значит, возникает какая-то другая компания, которая приходит, узнает, что у вас, и там предлагает вот что-то, значит, там, гораздо более дешевое. И многие начинают так, о, смотри-ка, я вот тут смогу сэкономить, тут, значит, с этими расторгают, приходят туда, и, так сказать, вот. Он, значит, говорит, ну, на самом деле, надо всегда посчитать. Во-первых, там, значит, когда вы тут расторгаете, там, заключаете, это время, пока, например, та компания придет, интернет протянет, это время, да. Во-вторых, ну, она же, как бы, понятно, обещает одно, как по факту будет, вы не знаете, да. Вот будет такая скорость. Какая будет по факту, никто не знает. Часто они сами даже не знают. То есть они, там, говорят, а что будет на самом деле, им точно неизвестно. То есть возникает масса факторов. Потом, например, вот все эти ожидания не оправдались, или затраты оказались, ну, гораздо больше, чем вы рассчитывали. Надо возвращаться обратно. Ну, то есть вот масса, как бы, возникает издержек, времени и сил. Поэтому, вот, значит, как можно в такой ситуации поступать? То есть когда, вот у нас, например, там, компания, которая пишет интернет, значит, и вот, там, такая-то скорость, такая-то, там, цена, значит, которую мы платим. Приходят какие-то, значит, люди, говорят, вот, у нас, там, тебе скорость в два раза выше, цена такая-то. Значит, я тогда звоню в свою компанию, говорю, вот, значит, пришли конкуренты, они вот такое предлагают. Ну, мы с вами уже, там, 5, 7, 10 лет, нам очень нравится. Ну, вот, вот есть такое предложение, может быть, тоже что-то нам придумаете, значит, и, как правило, работает. То есть какое-то время, там, или цену снижают, или скорость увеличивают. И можно, в общем, на самом деле, такими простыми переговорами, ну, так сказать, вот, там, рентабельность, на самом деле, повышать и сдержки снижать, потому что, ну, так сказать, если с вами давно работают, то вас заинтересованы, и это вот такой несложный способ, на самом деле, борьбы, значит, с затратами. Поэтому, значит, вот, ну, чего не надо делать? В кризис это надо, во-первых, шарахаться, очень, потому что резких движений вообще лучше не делать. Во-вторых, конечно, в идеале надо иметь, ну, стратегию, стратегический план и несколько вариантов развития ситуации. В зависимости от того, ну, по какому вы двигаетесь, надо, вот, так сказать, уже, там, меры и предпринимать. Ну, в-третьих, надо выращивать лояльных клиентов, и в кризис именно они и помогут вам этот кризис преодолеть. Хорошо, спасибо за советы. Я с вами еще хотела обсудить инициативу сенатора от Кировской области Олега Казаковцева. Вот он недавно вышел с инициативой об увеличении штрафов за нелегальное предпринимательство. Сейчас их размер составляет от 500 до 2000 рублей. Вот, лично вы поддерживаете инициативу сенатора о том, чтобы размер таких штрафов составил от 30 до 50 тысяч? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Так. Почему? Потому что вот об этой проблеме мы уже очень давно, как бы, ее обсуждаем. И действительно, значит, вот у меня есть очень большое количество там знакомых, которые легальные предприниматели, да, они, значит, на свету, они платят все налоги и так далее. Если точно таким же и похожим бизнесом занимается нелегальный предприниматель, мы понимаем, насколько ему это выбитнее, да, он его не проверяет, он не платит налогов, то есть у него там гораздо больше денег остается на рекламу, на развитие еще, на какие-то такие вещи. Это уже, ну, как бы, изначально такая, как бы, несправедливая конкуренция, да, и это, наверное, неправильно. И вот, скажем, вот ситуация такая, значит, вот, если вы, может быть, видели, тоже была информация о том, что Белохоломницкая районная дума вышла с инициативой в Кировское ЗАГС собрание об увеличении штрафов к нелегальным перевозчикам. Да. Почему у них такая, как бы, история возникла? Я просто знаю, там, значит, предпринимателей, которые легальным бизнесом занимаются. Вот у них легальный бизнес, у них автобус. Значит, они покупают автобусы, они, значит, заключают договор, у них есть расписание, у них фиксированный тариф, значит, и, как бы, любой человек уверен, что это, условно говоря, там, в 10, в 12, в 2, в 4, в 6, он в любой день сядет в комфортабельный автобус, его из Белыхоломницы привезут в Киров. Что делают нелегальные перевозчики? Это мне просто вот рассказывал владелец этого бизнеса. Они, значит, там располагаются вокруг автостанции, ну, и когда видят, что человек там с вещами, значит, идет туда, они пытаются его перехватить, они пытаются сделать цену даже дешевле, чем на автобусе, но набить туда людей, значит, там, на какая у них машина, когда она прошла техосмотра и так далее, это уже, вообще этого никто не знает, они этих людей везут. Ну, вроде, да, человеку он на такси уехал, быстрее. В общем-то, человеку, да, без разницы, у него есть задача прибыть из пункта А в пункт Б. Но при этом, например, значит, вот этому человеку надо уезжать в командировку, у него поезд, и он там рассчитал, что он пришел в 4 часа, сел на маршрутный автобус и уехал, да, значит, а у него, значит, как бы воздействия на таксиста нет, таксист не захотелось, у него день рождения, он не пошел работать, то есть человеку надо уехать, он рассчитывал, а у нас официальный перевозчик из-за неофициальных, как бы, таксистов разорился, да, и что тогда человеку делать? Ему теперь надо бежать и искать знакомых или кого-то, то есть он этой услугой воспользоваться не может, потому что он платил раз за разом нелегальному перевозчику и поставил ситуацию, когда легальный перевозчик работать не может, причем ведь человек, когда пользуется услуга этого нелегального таксиста, он ведь, ну, как бы, так далеко не думает, ему нужно, чтобы и легальный перевозчик работал, и он был уверен, что он может уехать, если нелегально будет. Нелегально, потому что там дешевле, но так не бывает, да, то есть мы, ну, как бы, либо одно, либо другое. Хорошо, дешево и качественно выберите любые два. Да. Поскольку у нас, так сказать, рассчитывать, что население вдруг проявит сознательность и все пойдет к легальному бизнесу сложно, то какую-то роль должно государство сыграть. Потому что опять же история, что у нас там в лесных районах 90% бизнеса не платят налоги, но это как бы факт, это мы знаем, это видно по налоговой статистике, которую эти районы публикуют. И вот да, налоговая привела ситуацию, когда НДФЛ, налог на доходы физических лиц у учителя был больше, чем у предпринимателя, работающего в лесу. Ну, понимаем, что это не совсем правильно. Поэтому, ну, если никакие другие способы не работают, то, возможно, надо вот такие штрафы вводить, просто, ну, может быть, как-то это там более постепенно делать и одновременно при этом создавая благоприятные условия для легального бизнеса. Потому что, почему эти люди уходят еще, да, их там не налоги пугают, потому что налоги на самом деле не так велики, их пугает вот масса, значит, вот этих вот факторов там неопределенности, да, то есть веду сборы, не веду сборы, заставят тахографы, не заставят, надо там вывеску менять, не надо менять. То есть вот если бы эти правила не менялись, они были бы четко определены и как-то бы учитывали мнение предпринимателя, тогда, может быть, и легальные предприниматели больше становились. То есть это, как бы, такая улица двусторонняя. Если мы повышаем штрафы, то надо одновременно, ну, собственно говоря, даже независимо от этого, облегчать правила игры. Иначе, ну, ситуация тупиковая будет. А вот вы знаете, у меня некоторое время назад сидел на вашем месте вице-спикер ЗС Михаил Курашин, у которого, кстати, сегодня день рождения. Поздравляем его. Да, Миша, мы вас поздравляем. И вот Михаил тогда сказал, что даже нелегальный бизнес лучше, чем никакого, потому что нелегальный бизнес зарабатывает на себя сам, а не стоит на бирже труда с протянутой рукой. Вот вы с этим мнением согласны или нет? Ну, а как с ним не согласиться? Действительно, да, вот, если эти все люди придут на биржу труда, для бюджета однозначно будет хуже. Просто, значит, вот, надо ситуацию поменять таким образом, чтобы у нас все-таки легальных предпринимателей, ну, хотя бы, там, становилось больше, чтобы возникла вот эта тенденция. У нас, к сожалению, вот вся, там, политика, она такая была какая-то очень, ну, двойственная. То есть одна рука говорит, что надо развивать, другая рука тут же, значит, там, массу додает, как бы, факторов, которые отбивают всякое желание создавать. Поэтому в этой ситуации, ну, там, однозначно сказать, что вот, значит, там, люди, которые работают нелегально, делают неправильно. Ну, тоже часто это люди делают, ну, как бы, там, от того, что не знают, как бы, не научили, значит, там, сделали все возможное для того, чтобы они туда не пришли. Потому что, когда им там по голове каждый день бьют, что вот придет проверка, повысят налоги и вот это, и вот это, и вот это, то, ну, у многих людей просто отпадает желание работать легально. Вот еще осталось у нас с вами буквально две минуты, быстренько хочу с вами обсудить маленькую, ну, хотя не маленькую тему, но вопрос вполне конкретный. Вот недавно министр финансов Антон Силуанов заявил, что пик негатива уже пройден в экономике России. Вот вы с этим согласны? Ну, может быть, в пределах Садового кольца, может быть, его и не было, но мне кажется, что далеко еще не пройден. И вот со многими предпринимателями общаемся, то есть там падение на 20, 30, 50 процентов реально у многих произошло и не остановилось пока. То есть, ну, пик, в смысле, что мы достигли дна, неуверенно. Мне кажется, что мы еще дна не достигли, а когда его достигнем, сложно сказать. Может быть, к маю, может быть, к июню. То есть, вот, когда достигнем дна, это и будет, собственно говоря, пик. Но мне кажется, что мы еще до дна не добрались. А вот вы прогнозируете общее падение, ну, я так понимаю, вы говорили сейчас про выручку, падение выручки. Вот падение максимальной выручки у бизнеса, вот до какой точки дойдет, по вашему мнению? Понимаете, на этот вопрос сложно ответить, потому что это зависит от очень многих факторов. Больше всего, в максимальной степени, от действий правительства. Потому что многие уже говорят о том, что без, так сказать, там, вливания денег в экономику, ну, мы можем очень глубоко упасть. Я все-таки надеюсь, что здравый смысл восторжествует и, значит, ну, вот в экономику, значит, деньги попадут. Вливание денег вы имеете в виду, что, включить печатный станок? Включить печатный станок, да. Потому что, ну, ситуация, когда, там, не платят зарплату бюджетникам, да, или когда у бюджетников уменьшают зарплату, я считаю, ну, это вообще категорически, чего принципиально нельзя делать. И, по крайней мере, вот эти задачи точно надо деньги напечатать. Они уже дальше по экономике разойдутся. Потому что, если, ну, бюджетник получил меньше денег, он меньше потратил, меньше заплатили налогов, то есть у нас комп все время сужается, и тогда он, ну, так сказать, остановится, когда вообще вся экономика прекратится, и мы к товарно-денежным отношениям придем, будем менять, там, не знаю, ботинки на булки. Вот. А чтобы до этого не дошло, в экономике должны быть деньги. Значит, если у нас там внешних заимствований нет, ну, давайте напечатаем. Ну, другого варианта какой еще можно придумать? Вот я на этом предлагаю закончить. У нас, к сожалению, вышло время. Я благодарю вас за эфир и напомню, что это было особое мнение Льва Шварцблата, директора Института бизнеса. Спасибо за эфир. До свидания. Да, эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.